Мы на очередной рыбалке, сегодня я хочу порыбачить на резинку попробовать Как здесь оно ловится на резинку Чтобы нам ее закинуть, надо сделать место, куда ее разобрать Конечно, тут кусты ее будет проблематично закинуть, но попытаемся Здесь резинка у меня, крючки я уже размотал Сейчас их отстегну и буду закидывать только одну резинку с леской У меня здесь вот на карабинчиках оно И пристегиваем резинку прямо к леске Перекладываем резину для заброса Чтобы груз оставался в конце у нас Я думаю, бросать сильно не будем, 10-10 метров отмотаю Теперь перекладываем леску Резинка это дело такое За резинку говорят, долго запрягать, но быстро ехать Посмотрим, как она сегодня будет ехать Погода, конечно, тучи Ветер восточный В общем, не очень будет Но попробуем Теперь нам надо палочка Палочка надо крепкую Теперь вставляем палочку вот так Будет лучше заброс Ну и попытаемся забросить Отлично С первого раза забросилось Отлично Куда я и хотел Ну вот и все Курточка нам уже не надо Она нам уже помогла Все Положим пока сюда Кирпичик Все, теперь сейчас будем работать Теперь достаем резинку Вешаем ее вот так сюда И цепляем крючки Прицепляем сюда крючки При помощи карабинчика Вот так И другую часть крючков Цепляем к леске Вот и все И теперь смотрим Как она у нас получается Вот и все Крючки поцеплены Отлично Ну-ка посмотрим Куда она у нас уйдет Не сильно далеко уходит Конечно Но уходит Все, теперь Наматываем оставшуюся леску Чтобы у нас было в натяг Веточек Тут, конечно, куча Вот так Кирпичик Кирпичик Ну и все Теперь будем заряжать Ну а теперь Надо нам сделать кашу Кашу я буду делать С покупной прикормки Ну и с хлебом Вылили Надавили Теперь хлеб перемешали Я уже неоднократно показывал Как делается такая каша Хлеб с хлебом будет лучше Держаться у нас на кормушках Можно хлеб И сюда всыпать макухи И будет вам Отличная каша для пружин Ну у меня есть Покупная Сыпем сюда покупную Клубничный карп И размешиваем Ну и все В принципе каша готова у нас Нормально Будет держаться И также она будет у нас Быстренько эта каша Распадаться Почему я не делаю Сюда мастырку На резинку Чтобы у нас будет Резинка возвращаться В одно и то же место И каша будет Быстренько освобождаться С пружин Такая А мастырка бы долго Она бы стояла Ну все Ловить мы сегодня будем На червя И на горох Горох у нас будет Покупной Консервированный горошек Главное Что этот горошек Твердый Не каждый горошек Подойдет для рыбалки Так как этот горошек Твердый И на него будет Ловиться карп Или карась На мягкий Не будет ловиться Будет слетать Наживка В качестве сигнализатора Поклевки на резинку Я буду использовать Вот такую Резину Ну она Это как Каучук Она такая Резина Ну в общем такая И Вот так Тут прорезь есть Сбоку Вот так Вот раз Такая резина Использовалась Раньше В Советском Союзе Между швом Прокладывали В панельных Плитах Это В домах Ну и все Достаем Конечно В прошлом году Там у меня крючки Такие Не коропячие Желательно бы На карпа Крючков сюда поставить У меня такие Здесь Ну неважные Крючочки Ну посмотрим Эта резинка У меня Видите С двумя пружинками Чтобы кормить Можно конечно И на леску Ну кому Нужна такая Снасть Ее можно посмотреть Как сделать У меня на канале Есть отдельное видео Там я Рассказываю Сколько Надо Метров резины Сколько лески Ну в общем Все подробно Там посмотрите Так как я ловлю В этом году Первый раз На пружину То видите Пока еще ничего У меня тут не готово Ну в общем Вот так И когда цепляем То самое лучшее Вот смотрите Вот за рожки Зацепил И можно спокойно Наживлять Она у вас Не выстрелит Первый крючок Более менее Такой что Коропячий Поставлю сюда Горошек Вот так Теперь у меня Идет Еще один Крючочек Это тоже Горох Буду ставить Горох Поводки Правда Тоненькие Для карпа Хотя я уже На эту резинку Карпа Вытаскивал Раньше В детстве Я не ставил Такие пружинки А сейчас Что-то так Сделал Такую снасть С пружинками Ну Оно вымоется И пружинка Практически Веса Никакого Не составляет Или может Надо было Червячка Поставить Конечно Надо Вот сейчас Оно Как раз Маленький Крючочек Сюда Поставлю Червячка Вот еще Одна У меня Здесь Пружинка Будет Две Кормушки Вот так Ну И В принципе И все Это Просто Начало А потом Будет Проще Видишь Старые Поводки Крутятся Надо Менять Все Поводки Ну Лето Все Еще Впереди Еще Сделаю Так Вот Еще Не поставил Ну Вот так И вот Такая Снасть Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Крючков У меня Здесь И Запускаем В плавание Нашу Резинку Ловись Рыбка Большая И Маленькая Вот А здесь У меня Даже С колокольчиком Видите Немножко Немножко Натяжку Сделать Траву Вырываем Какая Тут нам Будет Мешать Вот Вот Все Теперь Ищем Какую Нибудь Тоненькую Палочку Вот Так Чтобы Ветра Не было Так Поставили На Другую Палочку Найти Сейчас Найду Пошел Такую Палочку Это Сильно Маленькая И Вот Так Обычно Чтобы Ветром Оно Не Качалось И Вот Так И Следим За Поклевкой Каша Это Работает Все Хорошо Расклюнул Сейчас Посмотрим Какой Карасик Маленький Карасик Клюнул Погода Наверное Будет Меняться Так Как Ветер В другую Сторону Не Так Как На Прошлой Рыбалке Клюнул Он На Червя Если Клюют Маленькие Караси Значит Клю Плохой Сидим Вот Это Полчаса Просидели Вообще Ни На Что Не Клювало Вот Первый Карась Какой Раненый Вот Ира Уже Что Тащит Маленький Тоже Карасик Нету Клева Мелкий Карась Ловится Клюнула Завел Камыш Идет Пока Идет Карп Да Говоришь Хоть бы Он Куда Не Ушел Вправо Он Уже Уходит Я Сам Я Ничего Ух Ух Взят Идем Открыл Открыл Ах Ай 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 Ах Ай Ак 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 Ну ты же воздуха уже глотнул, тут рыба сильная такая Молодец! Опять килограммовый! Я думала килограмма три! Работает моя старинная закидушка Да? Хороший карпик! На горох, да? Да, на горох! Любитель гороха тут! Карп любит горох очень. Ну все! А он бы не смылся, смотри, как хорошо он. Покажи, подожди. Ну смотри, за нижнюю губу конкретно. Понятно. Сейчас я тебе большой садок принесу. Так, тут все. Ну, закидушка, это вот моя груз 60 грамм и три поводка с крючками. Все на флюрокарбоне сделано. Видите, погода меняется, ветер в другую сторону. Вообще, карась не хочет клевать, а карпик все-таки взял. Не клевет лучше, пускай карпики клевет. Ну да. Ну вот такой карпик. Классный. Отлично. Пока я бегала, что тут уже карась? Уже карась побольше клюнул. Он может раздуплиться, да, начнет клевать. На червячках. Хороший такой. И каша клубничная. Видишь, что мы ловили на мастерку, сейчас на клубничную кашу. Опять клюнул карп. Видишь, берет сегодня с далека, я сильно далеко закинул. Ага. Он даже срабатывает. А, в камышах. Не, прошел камыш. Там же три крючка, понимаешь, опасно за камыш зацепиться. Он по верху что-то идет. Разворачиваем его. Разворачиваем его. Ага, он на крючка не зацепился очень хорошо. Этот где-то полтора килограмма, наверное. Карапячий день. Ой, какой классный. А может даже и двушечка. Хороший. И опять смотри. За нижний крючок. Клевал так нежно-нежно. Поймать одно дело, а поймать на берегу другое дело. Да. Ну вот такой. Да, этот где-то два килограмма. Не, полтора. Полтора. Ох, рыба тут конечно сильная. Ну, мощная. А этот. Смотри. Что он творит. Вот так. Вот какая лузка у него. Больше чем мой ноготь. Молодец. Ну а резинка заброшена, наверное, рядышком, близко. Они тут, видишь, близко, тут мелко. Они тут и не хотят клевать. Ну ничего. Ну ничего. Всякое бывает. Ну начало уже у тебя хорошее. Ну да. Говорил, что плохая погода. Карась не клюет. А зачем нам карась? Будем ловить карпу. Да? Угу. Он мне так вечно везет. Начинается год. Не поднимай его, порвется поводок. Поздно. Боже, боже. Ну вот, Ира поймала черепаху. Я по карпам, а Ира по черепахам. У меня место такое крутое. Так, теперь, пожалуйста, мне крючочек вытяни. Она прямо беличка в рот взяла. Ну сейчас. Стоять. Сейчас Сережа придет и тебя освободит. Все, иду я. Угу. На тебе штучки. Свободен. Сейчас может крючок сломаться. Не надо. Ну, прицепим другой. Не сломался? Нет. Вот он. Вот он. Вот он, крючочек. Тут стоим опарышем. Разогнулся крючок немножко, видишь? Ну что, черепашка. Положим ее вот здесь, где у нее голова. Давай. Давай. Вот она. Сейчас она смоется. Сереж, крючок, крючок не разогни. Ой, разогни. Мира. Мира. А. Есть твоя лепенька? Вегу. Так, черепашка. Давай, сваливай. Мира. 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 Ну вот и резиночка начала работать. Два раза кашу перезарядил. Сейчас еще будет третий раз. И вот. Червячков тут поменял. Оставил только горох на первом и на последнем. Ну, буду ловить карасей на резинку. Ну, хотя, хочется и карпа на нее поймать. Да, караси сегодня меньше клюют. И теперь вот так. Оп. И все. И теперь можем перенаживлять. Вот. Кашу добавим. Сейчас еще туда добавим кашу. Каша с хлебом. Каша, кстати, хорошо лепится и без пружинок. Вот, допустим, на леску. И вот так. И хорошо она лепится. Я сейчас место закормлю и, по идее, даже если карась плохо сегодня клюет, все равно он должен подойти сюда. Лучший карп. Ну, это надо доставить в горох. Видишь, карп берет только на горох. Видишь, карп берет только на горох. Видишь, поводки старые, перекрученные хоть и на бусинке. Надо менять поводки. Отцепанную крючком. Все. Теперь снимаем и отпускаем в дальнее плавание резинку. И пошла жара. Ага, смылась уже. Черепаха. Молодец. Тут карась клюнул и на резинку. Она что упала? Да. Поплывок упал. Я ее просто подсекнул и кинул. Есть. Да подскочил к колокольчику так. Может, был и карп. Нету ничего. Сейчас я достану, посмотрю, может, крючка нету. Потому что так рвануло. Вон, каша даже еще не обмылась. Ну-ка. Не, все крючки на месте. Ну, хорошо клюнул. Сейчас резинка начнет работать. Сейчас кашей там закормится в одно и то же место кашу. Это ж тебе не на пружины, что бросаешь. А, вот оно соскочило. Палочку. Пружиной, допустим, если заклипсовал на катушке, бросаешь на дальность одинаково. А так ты бросаешь метр вправо, метр влево, два метра, три метра вправо, влево. А на резинке постоянно оно в одно и то же место крючки возвращаются. А рыба ж там будет кормиться нашей кашей. Ну и червячка находить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова